Подумайте, куда бы вы вложили деньги? В наше время, с нашей ситуацией, с нашим кризисом, с некризисом и так далее. В нашей стране куда бы вы вложили деньги? Недвижимость. Недвижимость первая, раз, дальше. Золото. Золото два, дальше. Ну валюту какую-то, какое-то количество. Нет, наверное, нет. Какое-то количество. В банку и в погреб. В банку и в погреб. Так, хорошо. В банк. В банк. Ну смотрите, допустим, у нас 45 минут по поводу недвижимости я бы рассказал вам. Ну, допустим, расскажу вам самое необходимое. Допустим, вы все прекрасно видите сейчас рекламу по телевидению. Предлагают вложить депозиты, да? Сказочные суммы. Там 25 до 30% доходит в национальной валюте. Давайте вместе подумаем. У любого банка есть свое отделение. Есть? Давайте подумаем, сколько надо банку на ваших 100 вложенных рублей на выходе дать вам 130. Так или нет? Если это 30% важовых. Ну да. Теперь давайте думать. У банка есть отделение? Есть. Можете накинуть процентов 10. Так или нет? Так или нет? Дальше. Сотрудники у банка есть? Да. Плюс заплата сотрудникам. А теперь смотрите. В любой европейской стране 4-8% является пиковой точкой в Европе. То есть если любой банк страны дает 8%, то национальный банк является гарантом того, что эти проценты люди получат. Потому что это является критической точкой. Если на вложенных там допустим, если были там Англию, там 100 фунтов стерлингов, банк будет давать 108. Потому что это считается критической точкой. Плюс к этому всему не забывайте о том, что Национальный банк Украины является пожизненным, наверное, должником МВФ. Это, наверное, все прекрасно понимают, да? То есть, соответственно, сюда можете прибавить еще процентов 10. А теперь скажите, какие валютные операции надо сделать, чтобы банку легальные валютные операции, чтобы получить на выходе ваши 30? Соответственно, у нас в стране люди не могут не забрать ни депозитов, ни процентов, ничего. Понимаете, чем я говорю? Что касается недвижимости, я вам сейчас очень быстро скажу. 8 августа я купил офис 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов – отличнейшая цена, потому что в центре у нас были с евроремонтом. В центре у нас были офисы с евроремонтом, с автономным утоплением, со всеми делами. 100-110 тысяч. Это трекомнатная квартира. Все хорошо, короче, дневстом. Долго не буду останавливаться на этом. Так вот, сейчас данная квартира стоит 45. Вы вложили свои деньги, я понимаю, потом. Вы вложили свои деньги. Понятно, да? Без действий, без действий. Чему я это все говорю? Потому что я занимался очень многим бизнесом. Я занимался икрой, я занимался металлами, занимался спиртом, занимался водкой, я стоял на скупе золота. Ну, сейчас начинаю вспоминать. Работал в отделе контрабанда на таможне, но ни один мой бизнес больше 25% не приносил дохода. При том, при всем, что тот бизнес, которым я занимался, 25% был нелегальный. Это красный экран. Это первое. Второе. Чтобы зарабатывать такие деньги, порядка 70 тысяч долларов у меня крутились. Подняйте руку, у кого сейчас есть 70 тысяч долларов наличкой, чтобы начать этот бизнес. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда в Крыму собирались 300 лучших лидеров по Украине, я услышал данную информацию, которую я вам сейчас передам. Я, честно говоря, я прозрел. Тогда еще было холодно, я сидел на балконе, очень долго думал над этим и в конце концов заболел, скажем честно. Так вот, вы сейчас будете смеяться. Знаете, куда надо вкладывать деньги? Марифлей. Когда мне это сказали, мне было поначалу смешно. Когда мне просчитали, я просто прозрел. От 68 до 100 процентов прибыли. Ну, для полных новичков это, конечно, цифра не сильнее, но я сейчас попытаюсь поподробнее рассказать. Почему от 68 до 100 процентов? Скажите, сколько у нас каталогов? 17. Вот, 17 каталогов. Кстати, директора есть здесь? Есть. А кто план успеха знает? Кто-нибудь план успеха, когда-нибудь знает, да? Смотрите, когда откалываются, откалываются по странице, естественно. Вот представьте, что вы директор. То есть, 7500 баллов у вас по структуре. И, допустим, как вас зовут? Артур. Артур. А вас? Валентина. Валентина. Артур зарегистрировал лучшую свою подругу Валентину. И Валентина в течение определенного срока времени тоже делает со своей структурой 7500 баллов. Так вот, по жизни, по жизни. Теперь, ладно, задам другой вопрос. Делает Валентина 7500 баллов. Допустим, у Артура зарплата там 3,5-4 каждые 20 дней. Та же самая зарплата 3,5-4 каждые 20 дней у Валентины. Напишем Артур. Вот это Валентина. А теперь скажите, пожалуйста, у Валентины. Валентина хочет зарабатывать 5, 7, 10? Хочет. Артур хочет зарабатывать 5, 7, 10? Конечно. То есть, объем продаж будет расти у Валентина? Так вот, по жизни компания начинает насчитывать 4-процентный директорский бонус на объем продаж Валентина Артура, естественно. 4% на 17 каталогов, 68% годовых. Один раз в жизни. Может быть месяц, может быть год. Может быть, я не знаю, там 1,5 года. Артур объяснял Валентине, как работать в этом бизнесе. Как лучше его развивать и так далее и тому подобное. Понимаете, да, о чем я говорю? Все ясно? Дальше. Вы вообще в курсе, что у нас в компании 6 заработных плат за одни и те же действия? Вообще у нас их 8, но 8 это очень глубоко лисит. Я не знаю, кто как работает, тут очень много структур разных. Мы работаем на офисе 6 дней. У меня 18 менеджеров работают. 6 дней они обзванивают людей. На 7 день я рассказываю полноценную презентацию. Она длится где-то 1,5 часа. От начала до конца. И все это рисую. Я постараюсь сейчас в 45 минут ложиться. Так вот, когда приходит новичок, я ему очень часто спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? Потому что очень часто люди приходят и говорят, я работаю на основной работе. Как правило, это бывает 2-3, я всегда беру 5 тысяч гривен. Берем промежуток 1 год. 12 месяцев. Соответственно, на выходе 5 тысяч гривен, на выходе у человека 60 тысяч гривен. Правильно или нет? В течение года. Потом спрашиваю у него. Я работаю в форме диалога всегда. Как правило, бывает, что как бы человек не горел своей целью. То есть у каждого из нас есть своя цель. То есть у кого-то это хорошая машина. У 50, даже больше процентов, количества людей это жилищный вопрос. То есть поменять квартиру, либо купить квартиру большую, либо вообще ее купить, либо дом. Ну и так понимаете, да? Жилищный вопрос. Потому что люди взрослеют, начинается проблема отца и дети и так далее и тому подобное. Так вот, как правило, эта цель где-то вмещается 50-70-100 тысяч долларов. Так вот, к чему я это все веду? Во-первых, первое, я не работаю с людьми, если у человека нет цели. Потому что я должен знать, человек, с которым я работаю, к чему он стремится. Если я не знаю, к чему он стремится, может быть, ему нужна стиральная машина, это потолок его мечтаний. Понимаете, да? Или там утюг там, или и так далее и тому подобное. То есть, если у человека есть большая цель, как допустим, ну ладно, у них примеры, времени нет. Так вот, к чему я это все веду? Что, как правило, если человек держит себя и свою семью вот так вот в узде, то все равно половина этих денег в течение года тратится. То есть, это одежда, это проезд, это питание, ну и так далее и тому подобное. Если, если ничего у человека в течение года не случилось. То есть, если это машина, то не было аварий, понимаете, да, там кто-то из близких, что-то не случилось и так далее. Ну, когда нужны деньги, уже не до выбора, не до какой там цели и так далее и тому подобное. Так вот, на выходе остается 30 тысяч ривен. Всегда я спрашиваю, вы согласны с этим с вами или нет? Ответьте, согласны или нет? Если нет, скажите нет, если да, то да. Да, согласны. Так вот, 30 тысяч ривен, у нас доллар примерно 8, да? Это 4 тысячи долларов, так? Если даже цель 50 тысяч долларов, то это примерно 12 лет, так? Но это еще не все. Скажите, сколько у нас существует Украина? Независимый государство. 16, по-моему, на липу. Ну, там, да, 18 лет. Скажите, когда началась независимая Украина, как отдельное, совместительное государство, Какой у нас курс доллара был? 1,8. 1,8, да, леночка. Золото на покупание. Так вот, у нас курс доллара был 1,8. Скажите, сколько он сейчас? 8. Ну, пусть даже, если бы вы сказали 7. То есть доллар поднялся как минимум в 4 раза. То есть вот эту сумму мы будем вносить на 4. Потому что, если человек в течение 12 лет будет собирать эту сумму, понимаете, да? Ну, ни разу у нас еще доллар не упал. Как бы нам ни рассказывали, сказки не... А в прошлом летом он не упал? Понимаете? Ну, конечно, да, с 11 до 8 лет. Для того, чтобы подняться. Да. Понимаете, да? Но он же не упал до 2, правильно? До 3, до 4 не упал. Понимаете, да, что я говорю? И тогда задается человеку один интересный вопрос. Зачем ты каждое утро идешь туда, за тебя отдаляет твои цели? Мы ложимся с мыслью о том, что я вот все, завтра я возьму за голову, буду делать то-то, 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 то-то и так далее и тому подобное. Но вот это, это заколдованный крут. Мы ложимся спать, смысленно тем, чтобы идти на работу. Для того, чтобы прийти вечером опять подумать, для того, чтобы опять весь спать. Рано или поздно этот круг надо начинать разрывать. И никто, если вы сами его не разорвете, никто для вас его не разорвет. Знаете, я очень часто на презентации говорю, наше государство не учило нас за всю его историю зарабатывать деньги. Можем даже подумать вместе. Десять лет мы учили в школе. Для чего? Для того, чтобы как можно лучше ее закончить. Хороший диплом, но кто старшее поколение там помнит. Для того, чтобы построить не в бурсу, как называли, а в институте. Потому что 5 лет института, как правило. Для того, чтобы как можно лучше диплом. Для чего? Для того, чтобы досталось жизни как можно лучше там место. Потому что за него будут платить, как мы мало помним, не 50 рублей, а 70. Плюс там выслуга лет и так далее. 25, 30, 35 лет. Ну, это женщина и мужчина. Я там не помню, какую пенсионерку. Возраст. Это РАФ. Работа. Ну, РАФ. Так у него есть. Для чего? Для того, чтобы получить пенсию. И тут я всегда спрашиваю. Скажите, пожалуйста, какую самую большую пенсию вы знаете? Терпом на радио. Да, у нас сидит вот так. 5 тысяч рублей, да? Ну, да. 5 тысяч рублей, это у меня был мужчина. 35 лет взрослый. Ну, это стажа в шахте, я так понимаю. Понимаете? А теперь задайте себе один единственный вопрос. Во сколько ценит вас государство? Если оно ценит вашу работу 50 лет вашей жизни, даже 5 тысяч, то отвод вашей работы 100 рублей. Все. Иногда становится серьезно страшно. Знаете, ну, я когда среди своих выступаю, я намного жестче выступаю, то есть, не так, как, ну, я еще движусь. Просто поймите правильно. Страна дебила, ну, честно. У нас не в западло... Не снимай это на камеру. У нас не в западло сосать на трассе. Это не западло. Он отстал. А ты вот такой, я любого готов взять в этот бизнес. Я всегда на презентации говорю, мне все равно, хромой ты, косой, дурной, больной. Теперь надо научиться делать две вещи. Какие две вещи, я сейчас расскажу. Опять же, тут разные структуры. Я сейчас спрошу вас, по какому методу вы работаете. Я расскажу свой метод, по какому методу работаю я лично. Вот. И работают все мои шесть структур. Так вот, смотрите, мы работаем по подарку другу. Работает по подарку другу? Работает по подарку другу. Очень жесткий отбор на офисе. Очень жесткий. Каким образом примерно это все состоит? Почему по подарку другу, а не почему какой-либо это другой метод? Первое. Допустим, я знаю Юру допустим 20 лет. Мы вместе с ним учились в школе, потом в институте, потом работали вместе и так далее и тому подобное. Пришел я на офис, пригласил меня другой друг. Понимаете, да, чем я говорю? Я оставляю номера, допустим 20 телефонных номеров. 20 телефонных номеров оставил. Один из номеров попался Юра. И звонят Юре, говорят здравствуйте, здравствуйте. Я менеджер компании Reflame. Ля траля-ля, я сейчас текст сразу дальше скажу. И приглашаю Юру на офис за подарком. После того, как Юра соглашается или не соглашается, то его личное дело, обычно что бывает? Он берет, перезванивает меня, да? Говорит, Андрюха, я все понимаю, братан, там какой-то дурачок за ним, за каким-то подарком. А это что, развод какой-то. Что я ему говорю? Нет, я был, я получил подарок, Юра, иди. Мало того, что кроме подарка, тебе еще предложен 30% скид. Понимаете, да? И другой момент. Не знает человек, подошел к Юре и анкетирует его на улице. Улавливаете, да, разницу? Ну или взяли Юру, провели на нем мастер-класс. Потом говорят, почему после мастер-класса такой слабый выход? Или у нас нет в бизнесе мужчин. Есть две большие разницы. Если мужчина приходит в этот бизнес, он приходит за деньгами. И пусть никто мне не рассказывает вот эти сказки, что он пришел там на продажи, или там за помадой за новых, или новые тени вышли, там вот этот бред силой какой-то. Понимаете? Если пришел сюда мужик, значит он пришел сюда за деньгами. Если ему качественно и нормально объяснили, значит он 100% вырастет. Если у него хоть немножко есть извилие. Так вот, почему мы работаем по подарку другу? Откуда он взялся и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите. Подарок другу я говорю только так, как работаю я на своем офисе. Каждый может для себя что-то взять, что-то не взять. Потом поговорить со своими спонсорами и так далее и тому подобное. Я ставлю три каталога директора. 9, 15, 21. Условия очень элементарные. Я всегда у человека спрашиваю, ты учешь в школе стихи? Да, учил, отвечает человек. Тебе здесь надо выучить два стиха. Первый стих. Здравствуйте, я менеджер компании «Рехун». Зовут меня Андрей. По какому поводу я вам сейчас звоню? У нас сейчас в компании проходит акция. Подари подарок другу или подруге. И мой друг, допустим, Пупкин Иван, был на офисе, получил подарок и написал 5 телефонных номеров, из которых выпал ваш телефонный номер. Это означает одно, что вы выиграли подарок. Свой подарок можно забрать там-то, там-то. Надо говорить, когда вы придете. Он когда-нибудь звонил, он говорит, вы выиграли машину, а когда вы ее заберете? Да меня всегда убивают. Тогда-то, тогда-то вы смотрите под свой блокнот. Вам в какое время? В первой половине дня удобно или во второй? Выбор без выбора. Вы не спрашивайте у него, придет он вообще или не придет. Вы у него спрашиваете, когда ты придешь? В понедельник, всегда, пятница? В первой половине дня или во второй, допустим? По блокноту посмотрели. Понятно, с этим разобрались? Разобрались. Так вот. Я вам напишу сейчас самую плохую статистику, которая только может быть. На офисе у меня такой нет. У нас на офисе примерно 50. Я вам пишу 75% минуса работы по подарку другу. Пришел человек, допустим, 20 телефонных номеров, оставил первый. Все, больше ничего не надо. Откидываются вопросы, где искать людей, у меня нет телефонов и так далее и тому подобное. Как я вам сейчас покажу? 20 телефонных номеров. При обзвоне, обзваниваете вы, при обзвоне 10 вам говорят нет. 50%. Пришло 10 человек, послушали бред кобылы, лысой. Понятно, да? Половина опять говорят нет. То есть на выходе получается 75%. То есть 5 человек зарегистрировано. Дало еще меньше номеров. По 10 каждую. 50 телефонных номеров. Половина говорят нет. 25 пришло, 12 зарегистрировалось. Потому что половина опять сказала нет. 120 телефонов. Половина говорят нет. 60 пришло, 30 зарегистрировалось. 47 регистраций. Это одна неделя работы одного лидера. Все. Поэтому у меня 300 регистраций в каталог. По ветке. По одной. Разобрались или нет? Что у вас дали именно по дорогу? По подарку сейчас все объясню. С этим разобрались или нет? По подарку. Никогда в жизни не дарите две вещи. Первый это промык. Второй это мыло. Запомните это раз и навсегда. Первый это пробники. Даже если человек не регистрируется. Мы отдаем подарок. В частности в том каталоге я финансировал. Это были шампуни. В этом каталоге это крема для рук. На последней странице. Там можете брать. Три дешевле и так далее и тому подобное. Все финансирование данной структуры. Берет на себя директор. Пока этот человек не выйдет на 21. Я сейчас все вам просчитаю. От начала до конца. Почему так? Почему никак по другому? С этим разобрались или нет? С этим все ясно? Дальше. Почему на себя не берет обязанности финансирования у меня на офисе? Еще раз подтверждаю. Почему на себя не берет финансирование менеджер любого уровня 12, 15, 18 процентов? Очень элементарно. Потому что если человек по данной схеме минимум 100 регистраций у человека в каталог. У лидера. Понимаете, да? Так вот, если это шампуни, допустим, в том каталоге стоили 9,60, то есть 10 гривен, это 1000 гривен. То есть, если менеджер любого уровня пробивает на себя заказ 1000 гривен, пусть половина уходит со скидки, остается 500, правильно или нет? Но 500 же ему надо платить. Первое. Во-первых, он деньги не получает еще в компании. Понимаете, да, что я говорю, или нет? Второе. Чтобы, даже если он не получает, он хочет перекрыть, он начинает заниматься херней. Что он начинает делать? Он начинает бежать и заниматься продажами, чтобы перекрыть эти 500. Так или нет? Уходит на это 3-4 дня. Я за это на офисе кастрирую. Потому что за 3-4 дня человек может зарегистрировать порядка 20 человек. Из этих 20, после воскресенья, после расширенной презентации, получается 2-3 бизнес-партнера. В итоге, на следующее воскресенье, эти 2-3 бизнес-партнера приводят еще по 2-3 бизнес-партнера, а не регистрации. Это разные вещи. Понимаете, да, о чем я говорю? В итоге, за эти 3-4 дня человек в каталог теряет порядка 200 регистраций. Пока он побежал, что? Продавал. Андрей, а с каждой персонально работаете? То есть, в кучу не сбивает? Работает 18 менеджеров на офисе. Они обзванивают 6 дней. Назначают людей, регистрируют тех, кто захотели заниматься бизнесом или послушать расширенно. В воскресенье на 2 часа у меня расширенная презентация. Я вам сейчас просто ее дать. Это сейчас до конца не могу, потому что 45 минут стоит. Я вам сейчас ее попытаюсь сузить как можно ниже. 18 менеджеров это 18 косарей в месяц. Я финансирую 5 структур сейчас. 5 структур. Вот у меня 6. Одна стабильная нога. Я сейчас ее нарисую. Ну, допустим. Я хотел ниже нарисовать, но кучу на колье просто. Вот он я. Я в этом бизнесе 3,5 года. Если быть уже так точным. 3,5 года назад я зарегистрировал холодовую лейлу. 30-летие. Сейчас я вам нарисую с момента открытия офиса 8 августа. Только одних директоров по этой структуре, по данной, по подарку другу. В 12 каталоге, не знаю, кто хочет, может посчитать. В 12 каталоге приходит 21-летний мальчик Митя Слободян. В 16 он директор. Он привозит Степко Сергея. Он лил металл на заводе. Он привозит Степко Сергея. 21 год с того же завода. Вот он здесь есть. Он электриком работает. В 13 каталоге, в 17 он директор. Он приводит Костюка. 20 лет он учится на 4 курсе Института внутренних дел. Он пришел в 14, во 2 он директор. Миша. Ему 18 лет. Он пришел, получается, в 15 каталоге. Это он 3 каталог подтверждается? Что у нас сейчас, 8? 5 получается. 5 каталог директор. И Оля, ей 17,5 лет, там с ЧП родители написали заявление, чтобы разрешили ЧП открыть. В этом каталоге он отходит 21%. В том каталоге чуть-чуть не хватило. Вот только по этой ветке. 1, 2, 3, 4, 5 директоров. С 12 каталога, с одного слободя он пришел один. Только по этой ветке более 5 тысяч человек. С момента того, как работает подарок директоров. С момента того, как выходит директор, первая зарплата ему, это у меня так новость, первая зарплата я ему даю на погашение долгов и на нормальную надежду, чтобы он купил в офисе. Со второй зарплатой он начинает полностью финансированные свои структуры. То же самое, что делал я. Сейчас у меня идет, еще и на твой вопрос. Мать директора, горловка, которая вышла. Первый каталог 12, второй каталог 18, третий каталог 21. Они отделились. Вот, это женщина и мужчина. Ну, ты посмотрел, с двумя детьми они приехали. Ну, познакомитесь, Саша и Вика. Вот, вот эту структуру, сейчас они второй каталог, они отделятся. Я последний каталог, когда я их финансирую. Все, потом они переходят на свое финансирование. У меня остается 4 структуры. Тут 18, 15, 15, тут 18 будет. И 12-15, я не знаю, сколько в этом каталоге закроют. Вот эти структуры финансирую я. Вы забрали сегодня? Теперь по поводу финансирования и всего остального. Я вам сейчас, секунду. Я вам сейчас просчитаю, чтобы у вас вообще не было мурашек в голове. 5 структур. 5 тысяч ривен. Так или нет? А теперь давайте посчитаем. Я вам не буду считать 6 зарплат, потому что мы до них еще не дошли. 5 тысяч ривен. Я готов вкладывать 5 тысяч ривен в течение целого года. Каждый месяц, потом. Каждый каталог, а не каждый месяц. Можете умножить на 17. Здесь вы, кстати, сам не читали. 85 тысяч ривен. Правильно? Да. Так или нет? Я вам не буду считать все 6 зарплат, я вам посчитаю только одну. Можно примерно спросить вот у этих шестерых людей, сколько они планируют прожить. Если они планируют прожить лет 20, то я вам посчитаю сейчас, сколько будет одна зарплата, одна из шести. Это 4-процентный бонус, который я вам показал. Примерно директорский бонус составляет 900 гривен. Умножаете на 6, 5 тысяч 400 в каждый каталог. За год вы возвращаете вот эту вот сумму. Ну это было сколько у тебя 6 директоров. А я же не рассказывал своей системе. Я сейчас рассказываю. Это понятно мне? Я вам не просчитывал остальные 5 заклад. Я вам просто просчитал одну из шести. С этим разобрались. Если они планируют прожить лет 20, ну ты умножить лет на 20. Одну закладку из шести. С этим разобрались. Дальше. Сразу остановлюсь. Я не работаю по системе ПРО. Потому что система ПРО лишает двух зарплат. Каких я вам сейчас расскажу. Нравится это кому-то, не нравится. И так далее, и тому подобное. Смотрите. Первую зарплату наверняка все поняли, да? Еще один очень тонкий момент. Когда приходит новичок, чтобы не было мурашек в голове, я ему показываю. Вот он я. Вот он ты. Вот эта линия, она не случайная. Каждый представьте себя, допустим. С момента того, как ты пришел, и мы начинаем работать, мы с тобой связаны, можете сказать, нитью, можете сказать, канатом, как хотите. То есть, чем успешнее становится ты, тем успешнее становлюсь я. Чем больше начинаешь зарабатывать ты, тем больше начинаешь зарабатывать я. Вот эта схема, которую я вам сейчас нарисую, она полностью разрывает традиционный бизнес, традиционный бизнес в клочьях. Почему? Потому что, если традиционным бизнесом, допустим, если человек продает горов на базаре и рядом с ним продает 10 человек, соответственно, его библии как минимум в 10 раз меньше. Потому что кто-то купил одного, второго, третий, понимаете, да? Здесь ровно, но наоборот. Допустим, покажу. Сошел новичок и сделал 100 баллов. В этой схеме я не просчитываю, первое, 30-процентную скидку. Я считаю, это карманные деньги. Никогда его учитывать не надо. В этой системе я не просчитываю, что человек, который будет идти новичок по шагам и забирать подарки за 6 шагов на 1300 лин, продавать или оставлять себе, это его личное дело. Я сюда это не вчитываю. Я в этой схеме считываю только то, что начисляет компания. Понятно, да? То есть, пришел человек, делал 100 баллов, один балл примерно на 3 лин и, то есть, объем продаж 300 лин. Я директор 21%. За работу в этой ситуации компания мне платит чистый 21%, 63 лин. В данном случае человеку 0. Понятно, потому что первое кримико второго человека со 150 баллов. Понятно, да? С этим разобрались? Разобрались. Мы начинаем работать по подарку другу. Не будем брать много, возьмем вообще самый худший вариант. Вышел человек на 6%. 6% 450 баллов, 1 балл 3 гривны, 1350 гривен объем продаж. 6% 80-90 гривен. За работу в этой ситуации компания мне платит, каждый забирает свое. 21 и 6, 15%. Вроде бы процент упал, да? Но объем продаж-то вырос, 300-1350 гривен. 15%, 10%, 135, половина 67-202 гривен. Было 0, стало 80. Было 63, стало 202. И опять ему напоминаю, чем успешнее становишься ты, чем больше ты начинаешь зарабатывать, чем больше ты начинаешь зарабатывать. Начинаем работать дальше. Пошли 200 регистраций. Здесь регистрация. Вышел человек на 9. 900 баллов, 1 балл 3 гривны, 2700 гривен объем продаж. 9% 250 гривен. За работу в этой ситуации компания мне платит 12%, 21 минус 9. 12% опять, вроде бы процент упал, но объем-то в два раза вырос. 10% 270, 272 процента 54, 320. Было 0, 80, 250. Было 63, 202, 320. Понятно? То есть, чем больше бизнес-партнеров, я всегда человеку говорю, есть офис, за который тебе не надо платить. Есть система, которую тебе даю я. Тебе все, что тебе надо сделать, это просто звонить. Потому что по этой же системе я сам готов в тебя вложить деньги. Свои деньги. Выйди сейчас на улицу и скажи, я такой-то классный, мне там 20-25 лет, 30, я готов работать, вложите в меня деньги и может быть вы что-то получите. Там люди стоят в центре занятости, знаки никому не нужны. С этим разобрались? То есть, почему традиционный бизнес не понимает этот бизнес? Потому что в традиционном бизнесе деньги делают деньги. все то же самое и здесь, но в традиционном бизнесе чем меньше конкурентов, тем больше доход. У нас за конкурента берется бизнес-партнер. Чем больше бизнес-партнеров, тем больше доход. Понятно? Понятно. Поехали дальше. Так вот, первая зарплата. Это ваши 7,5 тысяч баллов директорские, 21%. Это что я вам показал, как насчитывают. Понятно. С этим разобрались? То есть, если я директор, у меня бизнес-партнер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он на 9, компания мне насчитывает. Каждый забирает в компании свое. Ни копейки вверх не идет. Он на 9, я на 21. За работу с ним мне компания насчитывает 12%. Разница. Свою он забрал. Он на 15, я на 21. Разница 6%. Понятно, да? Тут 9, 21, 12, 6, 15%. Понятно. С этим у нас забрались. Первая зарплата директор. Примерно она всегда составляет 3,5-4. В зависимости от того, какая ширина и как построена эта организация. Второе. Я вам уже показывал. Если вы директор, у вас отделяется директор, то пожизненный 4-процентный директорский бонус. С этим разобрались. Понятно это или нет? Да. Третья зарплата. Если у вас отделяется вторая группа первой линии, вы становитесь золотым директором. Тогда на второе колено вам начинает насчитывать 1% золотой бонус. С этим разобрались? Разобрались или нет? Да. Если нет, говорите. Разобралась? А второе колено лицей. Вот смотри, я тебе покажу на своей секвало. Вот смотри. Отделилась у меня вот первый директор, вот второй директор. Золотой. Вот сюда. Вот этого директора начинает насчитывать 1% золотой бонус. Что такое? А, директор получает 1%. Он же 4% получает, а вы за это уже получаете. Вот он я. Ну правильно, ты ответила, она ответила на вопрос. Поняла, да? На сюда 4%, сюда 4%, сюда 3% заплаты 1%. Поняла? На свою ширину, вот это еще не директора, первая заплата 21%. Юра, подожди, Андрей, непонятно, где мы что-то расскажем. Вот этот золотой бонус, что это вообще такое? Это 1% от объема продаж. Я поняла, что она числяется. Что это такое, чем он отличается от обычного бонуса? Объясняю. Директорский бонус, вот, ты вывела от директора, понял? Вот твой директорский бонус 4%. Золотой бонус, вот ты стала золотым, потому что у тебя 2 директора в первой линии. Ты стала на следующий уровень золотой директор. И тебе прибавляется еще одна заплата золотой бонус. То есть ты достаешь еще глубже. Поняла? Дальше. Четвертое. Когда у вас отделяется в первой линии 4 директора, то есть раз, два, три, четыре. Понял? Вы достаете еще глубже полпроцента со первого бонуса. И пятая зарплата. Когда у вас в первой линии 6 директоров, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 25% бриллиантовый бонус. И шестая. Шестая зарплата в том году сделали это бонус роста. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Либо называется он бонус развития структуры. Я думаю, что лидер клуб. Структуры. Он выплачивается один раз в год. А теперь давайте подумаем. По поводу подарка другу. По поводу вопроса сколько ты влажаешь и все снимаю. Смотрите. Допустим, Артур вышел на уровень семь с половиной. Понятно, да? То есть под ним 200 человек, 300, без разницы. Он делает объем продаж на с половиной тысяч баллов. Когда Артур удержал слово дебильное, я объясню, почему дебильное, удержал 8 каталогов 18 данный уровень, положено директорское фремие разовое тысячу долларов. Сейчас перечисляется по курсу 7 из 7 по банковскому курсу. Так вот, почему мне не нравится слово удержал 8 из 17, потому что оно правда дебильное. Смотрите, почему. Допустим, вот он есть, Артур. У него, допустим, 4, 5, 6, хоть 20 бизнес-партнеров разного уровня. 3, 6, 9, 12, 15, так далее и тому подобное. Если у человека, допустим, 3%, если нормальный лидер, в следующем каталоге он будет ставить ей планку 9. Так? 6% Они хотят заработать в следующем каталоге больше? Понимаете, о чем я говорю? Относить? Конечно, хотят. То есть, получается, если эти все 6 бизнес-партнеров подняли хотя бы один уровень, было 450 баллов, стало там 900, было 150 баллов, стало 450. Как у него может быть стать меньше баллов? Объясните мне. Понимаете, о чем я говорю? Не понимаете? Если у человека было 900 баллов, а он находится под Артуром, а стало 1800, у него было 300 баллов, допустим, к примеру, а стало 900, то все баллы суммируются, а они под Артуром. Как у Артура может быть меньше 7,5? Да у него будет 12 в следующем каталоге. Понимаете? Понимаете. Второе. С этим разобрались. Когда человек закрывает 8 из 17 держит 2 группы золота, примерно разово 2000 долларов. Когда еще промежуток, есть еще одно звание старший золотой. Если 3 группы и ты держишь 8 из 17 директорский, то 3000 долларов. пишу это директорский это золотой директор, оставшийся золотой директор. Сапфировый директор 4000 долларов, когда 4 группы. И бриллиантовый 6000 долларов. Так вот, смотрите, как считается бонус-рост. Это вы на этой сфере. Вот вам промежуток здесь взялся с сентября, когда пришел только Витя. С сентября и сейчас что у нас? В июне. С сентября по июнь. Раз, два, три, четыре, пять директоров. Понятно, да? Это только в одну веку. Так вот, в этой, допустим, тут два, мать закрылась и... Так вот, допустим, возьмем, что в течение года у вас отделилось 10 директоров, два золотых, два старших золотых, один сапфир, один бриллиантовый. Все вот эти бонусы, они плюсуются. То есть, 10 на тысячу, 10 тысяч, два на три, 6, три на два, 6, это что у нас? 22, 6, 28, 4, 32. 32 делится напополам, 16 тысяч долларов одним чеком вы получаете раз в году. Теперь ответьте на вопрос, стоит ли финансировать свою структуру? Нет. Я не говорю о том, что, когда вы растете сами, помогая другим, у вас отделилось два директора, вы получили две тысячи долларов, три директора, три тысячи, четыре директора, четыре тысячи, и шесть директоров, шесть. Это я вам не считаю бонуса рост, это он посчитал бонусы за закрытые каждое звание. Почему шесть, и почему... Давай еще добавим сюда две зарплаты, не хочется. Это бонус Лидерского клуба, седьмой зарплаты, и восьмой исполнительный бонус. Да, так вот, седьмая зарплата, это дважды бриллиантовый бонус, дважды бриллиантовый, и восьмой это исполнительный бонус. И девятое, это бонус лидерского клуба, совершенно верно. Понимаете? То есть, за это я вообще молчу. Сейчас там денег какие-то... Зачем тебе перечерпнуть? Смотри, слежи. Я вам просто объясняю о том, что, почему я работаю по системе подарить подарок другу, и как она работает. Пока менеджер, работающий в офисе, не находит шесть бизнес-партнеров, он будет работать по подарку другу. Так работает любой менеджер моему. А ты говоришь, здесь нет системы PRO. Подожди, здесь нет системы PRO, потому что система PRO звучит 5, 5, 90. Ну ты тоже так говоришь. А моя система звучит 6, 6, 100. Совершенно другое. Я сейчас объясню разницу, вы ее поймете. Так вот, пока не находит шесть бизнес-партнеров, как только человек находит шесть бизнес-партнеров, я запрещаю делать продажи и регистрировать ширину вообще. Почему? Объясняю. Я вам приведу сейчас два примера. Почему 9, 15, 20 дней? Потому что возьмите, вы нашли 6 бизнес-партнеров, мы не будем брать астрономические цифры. Скажите, в течение каталога можно вывести человека на 21%, ой, господи, в течение каталога можно вывести человека на 3%, это сложно? Легко. То есть этот человек может сделать спокойно 150 баллов сам, этот человек может зарегистрировать двоих своих знакомых, так или нет? Этот человек может зарегистрировать пятерых своих знакомых и так далее и тому подобное. Делаем допустим 200 баллов. Две и три регистрации, без разницы. 200 баллов. 200 умножили на 6. 1200. Вы на 9. С этим понятно? Не надо брать астрономических цифр. В следующем каталоге можно из 200 баллов человеку сделать 6%. То есть 450 баллов. Можно или нет? Можно. Нарегистрировать еще 5, 7, 10 человек и сделать 500 баллов. 500 умножили на 6. 3000. Вы на 15%. Второй каталог. Дальше объясняйте? Не надо. Понятно или нет? Да. В следующем каталоге поставьте ему 9. 9. Не надо брать. 9 это 1000. Это 6000. Все. Обязательно кровоизноса. Кто-то 2-3 группы перевыполнит этот план. У вас 20 дней. Все. Понимаете о чем речь? Да. Вы сказали про школу. Да не мысли, что чуть-чуть. Я же уже не брею. Черину. Запрещаю вот эту черину вообще. Почему? Потому что. Смотри, как работает система. Как только вы нашли 6 бизнес-партнеров, задача ваша. Вот вы ведете вот этого человека. Ваша задача найти вот здесь вот бизнес-партнеров. Это называется якорить группы. Объясню почему. Туда не добавляют. Объясню почему. Пока я работаю с этим, он становится опытнее. Становится. Когда я начинаю работать с этими, помогая этому, он набирается еще больше опытнее. Эти пока как новички. Так или нет? И вот пока, когда я начинаю, я же их начинаю внутрь на бизнес-партнеров, они же каждый начинают 6 искать. Но моя уже как верхняя челюсть, чтобы тут был минимум один. И тогда получается очень интересная ситуация. Я самый верхний, являясь гарантом вот сюда. Я работаю только с вот этим. Вот тут получается 4 колена. Вот тут я не нарисовал еще один бизнес-партнер. Тут получается 1, 2, 3, 4 колена. Почему 4? Сейчас объясню. Я работаю только с вот этим, помогая этими. Но основная работа с вот этим, потому что эти по ходу дела набирались опыта. Это самое слабое звено. И для этих я говорю, собрал одну линейку и говорю, Маня, Катя, Петя, вот здесь будет 9%. 9? Почему 9? Потому что я сказал, если я сказал, значит будет 9%. Я буду улаживать столько сюда, пока он не выйдет на 9%. Поэтому тебе, Петя, надо ширину, это называется факел в жопе. Ширину надо 12. Маша, вот тут будет 9, а у Петя будет 12. Маша, 15. И 4? Вот он. Понимаете, да? А теперь второй момент. Почему 4? Почему я коридоруку и почему с самым нижним? Да потому что год вашей работы, один год. И не слушайте, блядь, вообще никого. Это 24 директора. Потому что вы, введя 6 нижних, вы вводите 6 у 4, 24. Вы получаете директорский, золотой, сапфировый и бриллиантовый бонус. Понятно или нет? Почему с самым нижним? Потому что вот этот человек, это ваш директорский бонус. Вот этот, это золотой. Вот этот сапфировый, вот этот бриллиантовый. Понятно? Работая с шестью самыми нижними, вы наверх выталкиваете кого? 24. А теперь представьте, что вы не 3, не по вот этой вот системе. 9, 15, 21. А по вот этой вот системе. Представьте, что они все дебилы. Все. 24 человека дебила. Все. Все. Полные дауны. Вот вы берете и работаете с ними ровно год. Знаете, какая у вас зарплата будет? Через год. Порядка 30-35 тысяч гривен. Это я вам не считаю. Деньги за уровни 1000, 3, 4, 6, 12 тысяч долларов. Я это сюда не считаю. Я вам считаю, что просто бонусный. То, что вы будете получать в каждый каталог. 30-35 это полтинник в месяц. Все. И если спросить сейчас у каждого из вас. Ты готов поработать год, чтобы всю жизнь потом вообще ни хрена не делать и получать 50 тысяч гривен? Да, так, блядь, а что ж ты не делаешь? А что ты тогда не делаешь? Понятно? Да, господин. Нет, а не... Вот так на обе сегодня и разговариваешь. Нет, блядь, мы возьмем... ...со скидки. Ну так или нет? Теперь давайте посчитаем. 500 умножить на 3. 3 каталога. Полторы тысячи ты вложил. Так или нет? Директор получил. А директорский бонус 4% всю жизнь. Посчитай сколько? Полторы тысячи. Если тысячу каждый каталог. 17 тысяч в год. Только одна зарплата. Один директорский. 4% бонус. Понимаете, о чем речь? Не понимаете? Понимаю. И тогда у людей полностью все мурашки уходят. Почему я влаживал в этот бизнес? Почему я проплачиваю подарки? Проплачиваю и сдохну. Буду проплачивать. И поэтому, когда мои директора выходят, не задают вопросы. Почему? Я им всегда говорю. Не нравится тебе эта система? Открывай гробовую книгу. Что такое гробовая книга? Это журнал Мира Алифлейм. В конце открываешь, блядь, и смотришь. Директор, вышел за 5 лет. Вопрос. А что ты делал 60 месяцев, блядь? 60 месяцев, что ты делал? Ну, если директор вышел за 5 лет, извиня, дружище. Ну, вот он тебе и научит за 5 лет. Понимаете? Хочешь, пожалуйста. А ты на сколько работаешь? За 8 каталогов я дошел до уровня директора. В этом году можешь записать мою фамилию. Фамилия моя тюрьма. Открою бритва. Когда старшая капулесть прошла, зачем тебе опять листов? Экономит, да? На стенке листовая. Когда 5 каталогов... Для старшего поколения, я всегда говорю, в 50, 55, 60 лет можете умножить это на 2. Все. Я говорю, если вы дебил, если вы в 20 лет начали этот бизнес, в 40 дошли до уровня бриллиантового директора, у вас официальная зарплата, которая проходит через банк. Вы платите единый налог, 200 гривен. Раньше мы платили 100 гривен, потом 150, сейчас 200 мы платим. 50. Угол на 40, спокойно. Ну вот, без разницы. Так вот, представьте вашу пенсию, 55-60 лет. Я не буду брать много, не буду говорить вам за 7, за 8, за 9 зарплату. Если вы будете расти, если ваши группы будут расти, естественно, все бонусы ваши будут расти. С первого по шестой и так далее, и тому подобное. Мне все равно подожду. Так вот, с этим разобрались ими? Так вот, это получается 50 на 17, 350 тысяч официальных, которые проходят через банк. Я когда пришел брать квартиру в кредит, меня с банка не выпустили, вы знаете? И не надо мне рассказывать, что там пойдите за какими-то бумагами в налоговую. Главный бухгалтер ездит за бумагой мне в налоговую, чтобы я у них брал кредит. Я сидел, бил, бил. Они поехали, взяли, созвонили с начальником налога, быстро взяли справку о доходах, и так далее, и тому подобное, и все. Через 3 дня аварилии кредиты, там очень долго Киев рассматривали, и все остальное. На 2 дня, на 3 дня, на 3 дня приехал, оформил квартиру. Вот и все. И что самое главное, какой бизнес вы мне сейчас не назовете, ни один из ваших бизнесов не передастся по наскольству. Если вы занимаетесь кафе, вот у человека пансионал, да? Знаете, есть хорошая пословица, природа отдыхает на детях. Мне тоже это страшно. К чему я это все веду? К тому, что, ну, понимаете, да, время сейчас такое, там, и все остальное. Кто-то проигрывает в аппараты, там, в этих, кто-то любит бухать, кто-то шеврятся, там, и все остальное. Так вот, к чему я все это говорю? Потому что любой бизнес можно пустить под катушку. Как можно пустить, объясните мне, этот бизнес под катушку. Как-нибудь. Вот мои 6 директоров. Раз, два, три, четыре, пять, вот шесть. Допустим, передал я по наследству свой номер. Пришел, я Тюрину Андреевичу, пришел передать свой регистрационный номер своему сыну Тюрину Тюрину Андреевичу. Все. Вот он решил пустить мой бизнес, ну, дебил он все, решил пустить бизнес, полностью спустить его. Что он подойдет к Артуру и скажет, Артур, не бей, не делай заказы. И всем своим скажи, пусть не моются, мать их. Все, я хочу папу разорить. Подойдет капулецо, капулец говорит, да, я зарабатывал 50 тысяч, теперь хочу 100. Я вообще ничего делать не буду. Понимаете, о чем речь? Вот и все. Ну и последнее. Вы знаете, очень есть хорошая такая штука. Очень есть такая схема хорошая. Это к тому, я вам сейчас нарисую, как нас учили в наше советское время. Как нас ориентирует. Теперь, почему я ориентирую людей на шесть групп? Потому что, отвечаю, система ПРУ говорит пять, пять девяносто. То есть, пять бизнес-партнеров, у каждого по пять. А сэрплоты деревьев. Да, а извините мне. Ну хорошо, у вас пять групп. Вы больше, чем сапфир, но не бриллиант. А где ваш бриллиантовый бонус? Где ваш бонус роста? И потом он говорит, нет, мы же ничего не говорим. Это мне обковливает. Мы же ничего не говорим. А вы потом берите еще пять. Я говорю, что нельзя взять шесть? Объясните. Потому что какой-то дебил написал по психологии, лидер не может работать с шестью бизнес-партнерами. Да бред, блядь, сивой кобылы. Почему? Потому что у меня на офисе 18, я открыл второй офис на ЦУМе в центре Донецка. Там сколько? Где задеринка? Сколько вас там людей работает? Шесть. Шесть. 24, еще созваниваюсь в Москве на офис один и этот самый. Получается порядка сорока человек. Все. Лидер не должен работать. Лидер должен предъявить работу так, чтобы ему ее не досталось. Так вот. Знаете, есть такая фишка очень сильная. Расфокусировать взгляд. Как подойдите вы к своему бизнес-партнеру, так он и будет делать. Вот как нам подавали всю нашу жизнь в Советском Союзе. Вот эту вот схему. Школа, учеба, так далее, так далее. И так все наши поколения. Пятилетки, блядь. Вот так вот, одно за другим. Так вот я вам рисую. Кто знает, помолчите. Раз, два, три, четыре. Люда, помолчи. Пять, 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 шесть, семь, восемь, девять. Девять точек. Соедините их четырьмя линиями, не отрывая руки. Я покрыл пока. Андрей, а воды тут не припасли? А? Воды у вас здесь нет запаса. Папсунечка, у меня вода, только в солье сидит. Я только заехал, кинул сумки и все, кисер. Девять точек, соедините их четырьмя линиями, не отрывая руки. Квадрат не идет, сэкономлю время, потому что центральная точка остается. Я даже очень долго пробовала это сделать. Ну что? Я не помню, честно скажу. Мы за пределы круга уедем. Так вот. Раз, два, три, четыре. Кто вам сказал, что за пределы круга нельзя выходить? За пределы точки. Никто не выиграет. Как вы поставите цель своим бизнес-партнерам, как вы их настроите, то же самое, я всегда говорю своим директорам, они будут делать то же самое, что делаете вы. Если вы лежите на диване и дрочите, и думаете, что вам за это зарплатят, значит будут дрочить они. И потом не надо обижаться, что они, как говорите, ничего не делают. Вопрос в том, что не себя, что делаешь ты. Разобрались? С уважением, администрация. Даша. Аплодируем. Стоя. Молодец. Молодец.